Все дело в том, что у меня AirPort Time Capsule, надежный и стабильный роутер. Всем привет! С вами Кирилл на канале Профон. Вот и настало это время. Wi-Fi 6 стал намного доступнее. Историческая справка. Официально выдача сертификата Wi-Fi 6 стартовала на 16 сентября 2019 года. В мире решили отказаться от сложных цифр и букв в названиях. Wi-Fi 4, он же 802.11n, представленный в 2009 году. Wi-Fi 5, он же 802.11n AC, появившийся в 2014 году. И Wi-Fi 6, он же 802.11n AX. А для будущего это где-то 2024 год. Уже появилось официальное название на 702.11b, он же Wi-Fi 7. Но давайте поговорим о настоящем. Я не буду грузить вас техническими аспектами, а кому интересно, пишите в комментариях. И для вас я специально сделаю отдельное видео, где расскажу подробно именно техническую составляющую. А для всех остальных скажу, что Wi-Fi 6 это новое поколение интернета. По факту скорость будет еще выше, а соединение станет еще стабильнее. Но это как сравнивать сотовую связь. Раньше были поколения 2G, сейчас связь 3G, 4G и на горизонте уже 5G. Так вот, до недавних времен роутеры, которые поддерживали Wi-Fi 6, стоили более 10 тысяч рублей. И это очень дорого, скажу я вам. Но этим летом все изменилось. Китайская девочка. Дело все в том, что китайская компания Huawei выпустила в продажу новый роутер AX3 и AX3 Pro по цене от 3500 до 5000 рублей. Сразу оговорюсь, это очень важная информация. Покупать европейскую версию, официально поставляемую в Россию, не рекомендую. Так как на системной плате роутера отсутствует два внешних усилителя сигнала. Для частоты 2,4 МГц. Посмотрите на фото слева, китайская версия, а справа версия для России. Из-за этого качество сигнала будет хуже, учитывайте это при покупке. Как же это достало, что для нашей страны в устройствах сплошные ограничения. Возьмем хотя бы Apple. В часах ЭКГ не работает? Не работает. Samsung еще дальше пошел. За место Snapdragon ставят Excellence процессоры. Ну бред, и Huawei туда же. Ну так вот, пришлось заказывать из Китая целых две Pro версии. Черную и белую. Давайте распаковывать и тестить. Ну что, пока я распаковываю, хотелось рассказать. Я в интернете искал очень много обзоров и нигде не нашел банального обзора на тест скорости. Вот не надо мне ничего, не технически. Просто тупо покажите спидтест, как там скорость регулируется. Нигде я ничего не нашел. Поэтому этот обзор будет достаточно лайтовый. В каком смысле он будет лайтовый? Меня интересует комплектация. Ну посмотрим внешний цвет. Ну и самое главное, скорость. Мне крайне интересно, будет ли все-таки он ее поддерживать? Вот эти все заявленные характеристики Wi-Fi 6 и так далее. Вау! Смотрите. Черная версия. А это белая версия. Ну вот она, коробка, все в иероглифах. Посмотрите. Иероглифы iX3 Pro. Wi-Fi 6 плюс 3000 мегабит. Скорость. Так. Не слегка помятая, но да ладно. Вау! Только посмотрите на это. Сам роутер. Какой он? Тоненький, маленький. Нет, по дизайну стильно. Тут что у нас? Блок питания. Смотрите, даже положили российскую зарядку. Круто. И макулатура. Так, это белая версия. Теперь черная. Ну, я думаю, здесь все то же самое. Но для чистоты эксперимента давайте его тоже распакуем. О, тут даже ножницы не нужны. Да, отвык я раскрывать упаковки не от Apple. Но удовольствие это мало доставляет, если честно. Вот Apple техника, да. А здесь? Смотрите, а там не было такой штучки. Вы свидетели. То есть, смотрите, здесь телулоид, а тут нет. Ну, и китайцы. Ну, вот все у них через одно место. Главное, чтобы все работало. А то просто будет обидно. Будем тестить. Так, ну, давайте. Нифига себе. Блин, а почему же в той части не было упаковки? А? Непонятно. Кому какой больше нравится, пишите в комментариях, черный или белый. Я пока еще не определился. Так, давайте дальше смотреть. Тут ты что? То же самое. Это, это. И макулатура. Раз, два. Ну вот, распаковали. А теперь мне нужно время, чтобы все настроить. И будем тестить. Вроде все настроил. И сразу лайфхак для тех, кто не знает китайского. Заходя в настройки роутера, вы можете использовать переводчик. Так как китайская версия не поддерживает европейские прошивки. И соответственно наоборот. Для теста скорости я буду использовать протокол соединения DHCP. Подключенный тариф у интернет-провайдера с заявленной скоростью на прием и отдачу до 800 Мбит в секунду. Раздающее устройство роутер Huawei AX3 Pro. Китайская версия. Принимающее устройство. Первое. Макбук 2017 года. Второе. Айпад 10,5 дюйма. Модель 2017 года. И третье устройство. Айфон 11 Pro. Модель 2019 года. А замер производится на всех устройствах с помощью программы Speed Test. В трех различных условиях. Так, давайте уже посмотрим, какую скорость поддерживает Huawei. Для экономии вашего времени и для наглядности я вывел картинку сразу трех устройств каждого теста одновременно. Но по факту замер скорости осуществляется поочередно. Вначале айфон, потом айпад, а потом макбук. Первый тест рядом с роутером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Второй тест на расстоянии примерно 5 метров от роутера, но тут есть бетонные стены. И, наконец, третий тест на расстоянии 10 метров от роутера на балкон, также с бетонными стенами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что же мы имеем в итоге? Трехкомнатную квартиру роутер покрывает полностью. В отличие от моей тайм-капсул, где есть мертвая зона, на балконе. Там Wi-Fi пропадает полностью. Я даже ничуть не променял свою Apple тайм-капсулу на это новое китайское чудо. Но отсутствие в последнем USB порта для подключения жесткого диска по облаку меня остановило. И также печально, что в iX3 Pro отсутствует крепление на стену. Но что касаемо скорости, китайский роутер за свои 5000 рублей – это просто бомба! По скорости соединения на сегодняшний день ему просто нет равных. И если вам нужен просто роутер для стабильной раздачи интернета, при том с минимальной потерей скорости, то этот девайс 100% для вас! Рекомендую к покупке! Единственное, что нужно учитывать, если вы хотите использовать технологию Wi-Fi 6, что помимо раздающего устройства, в моем случае это Huawei iX3 Pro, нужно еще и принимающее устройство, поддерживающее Wi-Fi 6. В моем случае это iPhone 11 Pro. А вообще Wi-Fi 6 поддерживает практически все флагминские смартфоны на Android, вышедшие в этом году, включая Samsung Galaxy Note 20, 20 Ultra, Fold 2 и ноутбуки на базе процессора Intel, Ice Lake и Comet Lake. Так что сверхскоростного вам интернета! И всего самого доброго! Не забывайте подписываться на канал! Пока-пока!